Чайф выступит в Москве с юбилейной программой Александр Алексеев. Рисунок к статье. На сцене Олимпийского будут выстроены декорации и экраны, которые позволят музыкантам и зрителям путешествовать по времени. А легендарная группа снова грянет свои главные хиты. Не спеши, по плачаньям, Аргентина, Ямайка 5.0, 17 лет, ой-ё, никто не услышит, и многие другие, которым наверняка будет подпевать 21 марта. В субботу, вновь переполненный Олимпийский. Прозвучат и шесть песен из последнего пока альбома Чайфа, кино, вино и домино. Накануне концерта Владимир Шахрин рассказал обозревателю РГ о том, что в Москве музыканты намерены исполнить 28 песен. И впервые в туре доверят сыграть в некоторых песнях и своим сыновьям. Ну, и конечно, давние друзья Гарик Сукачев и Сергей Галанин тоже придут поздравить Чайф с 30-летием и снова споют вместе с ним. Когда 30 лет назад вы создавали группу, то, наверное, как раз и мечтали, что когда-нибудь прославитесь, разбогатите и будете праздновать юбилеи на стадионах. Читайте также, Владимир Шахрин, я счастлив, когда появляется новая песня Владимир Шахрин. Таких планов мы точно не строили. Хотя, конечно, обсуждали, сколько лет протянем и на какой площадке будем отмечать. Хотя амбиций по покорению миллионной аудитории и у меня никогда не было, да и к местам в хит-парадах мы не тянулись. Нам нравилось быть парнями с гитарами, играть в ансамбли и ощущать, что мы – эта группа. И мне до сих пор нравится быть парнем с гитарой. В те годы мы и не могли себе представить, что музыка может быть бизнесом. Нам просто нравилось играть, писать песни и быть нужными тем, кто нас слушает. А само понятие шоу-бизнес с начала доходить только в 1992 году, когда у нас появились Дима Грайсман, продюсер, и Илья Спирин, директор. Помню, мы плыли на теплоходе по Волге и договорились, что продюсер не будет лезть к нам в творческую часть, а я не буду мучить его финансовыми вопросами. С тех пор так и работаем, не заключив между собой ни одного договора. Да и в группе у нас никогда не было жестких задач типа «мы должны играть в таком-то стиле и как-то особенно одеваться». Нет, мы всегда играли только то, что нам нравится, да и на сцену мы выходим так, кому как удобней. В начале карьеры вы были любительской группой, играли по подвалам, а зарабатывали на жизнь тем, что вы строили МЖК, а Владимир Бегунов, ваш бессменный друг и коллега по ЧИФУ, служил в милиции. Что из опыта этих профессий вам пригодилось потом в рок-музыке и шоу-бизнесе? Читайте также, главным победителем чертовой дюжины минус 2015 стала группа «Сплин» Владимир Шахрин, «Из строительного навыка мне пригодилась разве что выносливость». И когда кто-то у нас говорит «это тяжело», я отвечаю «ты еще не знаешь, что такое тяжело». Вот работать на нулевом цикле в котловане намного труднее. По сравнению с этим мы тут вообще в шоколаде. Так что старайся, как бы тяжело тебе ни было». Ну и Вовке Бегунову немного прошлый опыт пригодился. В лихих 90-х годах ему несколько раз удавалось найти правильную интонацию для того, чтобы разруливать сложные ситуации. Выглядели мы тогда довольно дерзко и шли однажды по Казани, а нас окружили какие-то гопники. Но Бегунов сумел так правильно построить разговор, что расстались мы очень мирно. Юбилейную программу вы посвятили родному Свердловску, ныне Екатеринбургу. Много говорите про него со сцены. «Вы сыграли уже в 11 городах России. И как вам кажется, зрители оказались готовы и к такому серьезному разговору. Владимир Шахрин, когда мы придумывали этот тур, то нам очень хотелось, чтобы он был не похож на все остальные. И тогда поняли, что есть большое отличие Чайфа от многих групп. Мы по-прежнему живем в своем родном городе и никуда не уехали из Екатеринбурга. Это наша естественная и комфортная среда обитания. Нам хотелось рассказать об этом. Мы ведь никогда этого не делали. Но рассказать семь историй о любимом городе в перерыве между песнями было бы неправильно. И поэтому некоторые истории идут у нас видеорядом, фоном. Под песню «Кончается век» мы показываем Екатеринбург конца 50-х, начало 60-х, тот город, в котором мы родились. И это немое кино начинает само работать. А под песню «Время не ждет» появляются уже 80-е и 90-е, Свердловский рок-клуб.